Обсуждение поправок в Конституции, предложенных Верховным Советом Республики, стало основным вопросом в повестке дня очередной сессии депутатского корпуса Рыбницы и района. Одним из принципиальных нововведений предлагается учреждение Института правительства во главе с премьер-министром, члены которого будут заниматься непосредственным решением экономических, социальных и других вопросов. Само принятие решения о внесении изменений в Конституцию вызвано самой жизнью, самой ситуацией, в которой мы сегодня находимся, и необходимости модернизации нашей системы, государственного управления, в частности, вопросами управления экономикой нашей республики. Оперативно это, сказал бы, вопросами управления экономикой. Обращая внимание депутатов на то, что в обществе неоднозначно воспринимается обсуждение предложенных изменений в Конституцию, спикер парламента отметил, что разработкой данных поправок занималась специальная комиссия Верховного Совета. Эта комиссия работала над этим проектом. И первое, что хочу сказать, касаясь этого вопроса, и авторитетно вам сейчас заявляю о том, что все вопросы, которые внесены в проект Конституции, это, по сути, то предложение, которое выработала эта комиссия. Первое. И второе. Тоже также авторитетно вам заявляет, что все поправки, которые внесены в проект, были согласованы и рассмотрены в присутствии меня, как представителя Верховного Совета и президента Приднестровской и Полтавской республики. По мнению депутатов Рыбницы, реформа Конституции необходима и актуальна, так как ситуация в экономике республики критическая. Приднестровье из когда-то развитого аграрно-промышленного региона превратилось в экономическое иждивенство для Российской Федерации прежде всего. Хорошее отношение, с которой ее всяческую и всестороннюю поддержку руководство республики не смогло использовать для сохранения и развития местной экономики в новых рыночных условиях. К социальному тупику в настоящее время абсолютно большинство населения Приднестровья живет крайне скудно и от зарплаты до зарплаты. О пенсиях вообще говорить не приходится. Не удерживая никакой критики уровень современного здравоохранения, имея в виду оснащенность больниц, оказывающих медицинских услуг, жалкое зрелище сегодня представляет собой рыбницкие полупустые села. Основной целью поправок должна быть не борьба за властные полномочия, а стремление обеспечить благополучие и стабильность Приднестровского государства. Очень важно произвести изменения с учетом положительного и позитивного опыта, наработанного в Российской Федерации. У представителей общественности своя точка зрения, хотя в целом они поддерживают изменения. Такая богатая страна была, республика наша. Мы все имели свою продукцию. Сейчас завозим с Турции, Израиля, со всей Европы везем фрукты, овощи для того, чтобы задавить нашего производителя. Мы поддержали те изменения, которые есть, но в то же самое время мы констатировали их. Может быть это наше мнение. Мы решили, что отдельные проекты все-таки Конституции, которые предложены группой депутатов Верховного Совета, противоречивающей Конституции. Глава Госадминистрации города и района прокомментировал прозвучавшую в адрес властей критику. Мы решили мы по Конституции. И тревога все-таки одна. Очевидно, принимая Конституцию, понятно, что время меняется. Все-таки вносить в Конституцию надо продуманные, действительно взвешенные решения, чтобы после этого не искать тут виновных. В завершении обсуждения депутаты поддержали предложенные Верховным Советом поправки в основной закон и внесли свои дополнения и изменения. В целом решение Горой Совета будет и уже содержит шесть поправок в Конституцию, которые единогласно, по некоторым из них единогласно было принято мнение депутатского корпуса Рыбинского Горой Совета. Все они в основном базируются на тех принципах демократии и сводятся к тому, что инициативы, затронутые депутатским корпусом Верховного Совета, нашли поддержку и понимание депутатским корпусом нашего Рыбинского Горой Совета. Все предложения будут направлены в парламент Приднестровья для дальнейшего изучения и обсуждения. Продолжение следует...